всем привет прилетел FIMI X8 mini давайте посмотрим на него это дрон что хочется отметить что не нужно регистрировать 249 грамм камера 4k 3 силой подвес камера значит снимает 4k 30 fps 2.7k 60 fps может снимать и full hd тоже 60 fps значит есть два датчика оптической лазерной высоты и камеры для оптической стабилизации кнопка включения находится снизу первое короткое нажатие второе длительное для включения запись на карту памяти micro usb для прошивки видимо и тайп си для зарядки аккумулятор двухбаночный скажу емкость 2400 емкость поддерживает кстати быструю зарядку 3 ампера 9 вольт заряжается вообще мгновенно там за полчаса очень круто комплектация ну такая простая особо ничего нету там на два мотора винты и три провода значит для подключения к пульту пульта с телефоном это стандартный micro usb тайп си и для айфона и еще один провод для зарядки аккумулятора то есть юсб тайп си пульт собственно так раздвигается крепится телефон достаточно сильно раздвигается любой телефон антенки управление подвесом запись видео фото возврат домой включить выключить стики вот сюда прячутся убираться прикручиваются здесь значит заявленная дистанция полета в режиме fcc у нас недоступно 8 километров в режиме se6 ну как бы и 6 вполне достаточно я думаю что даже столько он не пролетит по аккумулятору время полет 30 минут ну будем проверять мне кажется это завышено значит максимальная скорость до 19 метров в секунду может лететь честно говоря даже не верится что такой маленький дрон может с такой скоростью лететь сейчас быстренько пробежимся по приложению и пойдем запускать на улицу значит вот так выглядит приложение картинка так по виду где-то в hd разрешение в принципе все четенько видно предупреждение слева все на английском но еще приложение в принципе на английском вот здесь меню что значит интересное здесь можно выставить скорость полета ограничить триме от 3 до 16 метров в секунду очень удобно то есть не какие-то режимы полета там скорости там high low или еще что-то просто выставляем столько сколько нам надо очень прикольно здесь значит дистанцию можно выставить лимит ограничение ставим там тысячу-две до тысячи до пяти тысяч метров то же самое высота пожалуйста выставляем ограничение высоту возврата домой можно задать значит режим новичка спортивный режим есть до 18 метров в секунду дрон будет лететь очень круто это вот это функция лендинг это точная посадка то есть он будет запоминать место от взлета и прям точно точно по нижней камере туда же садится и дальше индикатора дрона там лампочка снизу включить выключить чтобы не мигала значит дальше магнитная интерференция шкала если красная то не калибруем отходим другое место где будет зелененькая значит файл сейф это у нас при потере сигнала с пульта что делает дрон будет возврат домой посадка или зависания ниже значит домашняя . она или . взлета или . там где пульт находится сейчас можно выбрать вот это динамическая домашняя . который будет меняться если но актив трек например вы за собой следите то есть чтобы мало ли дрон не полетел назад а вы уже там уехали далеко здесь непонятно что это такое это вроде как чувствительность стиков можно выставить ну не точно не так предполагаю так что у нас дальше значит ниже есть это на нас характеристики фото сейчас если переставить на видео то там будут характеристики видео значит качество низкое среднее нормальное размер видео то можно разрешение значит менять часто и 4к 30 фпс можно поставить 25 24 фпс в 2 и 7к можно выбрать 60 50 30 очень круто кстати 60 фпс в 1080p h 90 фпс можно поставить очень круто можно быстро лететь активно и не будет смазываться картинка значит здесь настройки этого самого подвеса можно откалибровать выставить чувствительность это по батарее вся информация можно выставить кстати вот возврат домой сам будет определять сколько ему осталось лететь но в обратную сторону и он будет включать возврат домой если на обратную дорогу он посчитает что не хватает батареи он сам полетит и включить можно посадку когда сам низкий заряд батареи он будет включать авто посадку в принципе тоже надо потому что если например на большой высоте летите и он понимает что не долетит это лучшего приземлиться чем не движки вырубиться в воздухе так здесь обновление так вот это все обновление там если приходят здесь обновляемся не там особо не разбирался кстати вот прикольная функция можно видео транслировать в реальном времени в youtube сразу то есть прям вот летим и люди смотрят на канале в ютубе настройки вай-фай но в принципе все функции конечно хватает разобраться в них несложно здесь режима полета разные есть тоже их очень много отдельно надо видео снимать но в принципе все надо идти на улицу уже как дистанцию будет брать стоит у меня 18 16 метров в секунду скорость ограничения максимально но это не не включен спортивный режим подымается дрон очень быстро в принципе летит он очень быстро можно по верху экрана видно 16 половиной метров в секунду это как бы очень ну очень быстрая скорость для такого дрона 250 грамм значит ветер хвисное что попутно боковой я это прекрасно понимаю когда буду возвращаться назад что там как будет совсем другая картина уже причем ветер на этой высоте где он летит до 11 метров в секунду порыва но это как бы сильный ветер можно даже посмотреть вот видите горизонт немножко завалился то есть подвес не может такой угол при такой скорости с таким ветром не может отработать это будет понятно когда нажму возврат домой будет видно что подвес при скорости в 10 метров в секунду подвес будет стоять ровно на а вот сейчас с таким ветром попутно боковым на такой скорости конечно не может отработать значит дистанция отображается правильно это там не китайские какие-то метры это как бы в соответствии действительности вот где-то в этой дороге должно быть около полутора полутора километров примерно так и есть вот даже чуть меньше показывает точно высота 150 видео пишет в 4k дальше будут примеры включая воздушная назад полетит включу с камера снос этой самой с карты памяти 1600 метров 1700 без проблем да много роликов на 4 на четыре с половиной километра летают значит я щас так не полечу это первый цикл батареи непонятно вообще как она там себя может повести просто возьмем какое-то расстояние там не знаю километра там три посмотрим на качество связи и будем возвращаться хочется еще назад вернуться и попробовать в спортивном режиме полетать посмотреть на эту скорость что там как будет картинка кстати ну очень очень крутая плавная то есть царите 2 3 километра никаких замираний ничего просто все плавненько идет очень круто если опять же сравнивать с мариком первым они примерно по цене одинаковые даже чуть-чуть подороже это конечно вообще день и ночь на мавике в поле на 2 и 4 частоте он улетает ну но на полу три километрах все там уже жесткие такие фризы начинают до двух долетал два два с половиной конечно можно как-то дотянуть но там это будет картинка уже это будет не видео а фото просто будет картинка стоять в общем ни о чем качество связи здесь намного круче и скорость здесь 70 километров в час он летит практически это чуть меньше на мини летит ну просто с ним сравнивали по цене потому что они похожи на мини 45 полу летит максимально до 2 он покруче будет моим этот самый маленький мини 2 ну и подороже ну смотрите 77 процентов конечно понятно что по ветру причем со скоростью там 11 ветра в секунду ветер на подгоняет как бы в 7 и 6 процентов три с половиной километра все дальше же не стал экспериментировать здесь нажимаю возврат домой и наблюдаю такую картину до что скорость возврата она кину естественно намного меньше чем сейчас я летела этом 16 16 половиной метров в секунду летел скорость возврата ты пока он не разогнался вообще на это наблюдал что 5-6 метров в секунду я уже думаю так он не вернется наверно вроде потом разогнался там до девяти девяти с половиной вот здесь я решил чуть высоту понизить немножко снизится нажимаю стик вниз и он почему-то перестал лететь вперед то есть я просто снижаюсь но при этом стоит на месте хотя возврат домой режим включен как только стик отпускаю левый он дальше он продолжает лететь немножко непонятно потом второй раз еще раз нужен нажал вниз он начал уже снижаться и при этом лететь в обратную сторону хотел снизиться метров до 80 чтобы полегче было лететь ему поменьше ветра вот все вроде хорошо все летит три километра 10 метров в секунду скорость нормальная вроде батарея еще с запасом 70 процентов кстати когда вернуться осталось 30 процентов так что как бы такое уже было криминально немножко вот здесь на 80 метров мне пропадает связь и все вырубается я уже не стал там что-то спаниковать а просто пульт выключил и ждал пока он вернется решил так проверить вот это пример записи с карты памяти в видео ускорил в четыре раза вот так он возвращался назад вот картинка что очень крутая понятно что сейчас youtube качество убьет но вот в 4k блин очень крутая картинка прям для мельчайших все стволового деревья все видно прямо чуть ли не траву класс так он летит видно что местами вот рывки такие это потому что карта памяти у меня она 10 класса но она 20 мегабит скорой записи дрон камеры пишет 60 мегабит поэтому как бы берите карта памяти и 3 скоростью 100 мегабит запись тогда будет все четенько но если виде не ускорять эти рывки в незаметно практически вот так он все это летит назад значит когда как вернусь включу спорт режим и уже видео будет не ускорено и так можно будет оценить вот его скорость это 18 получается там вроде 18 метров в секунду было что-то уже не помню быстро то есть он очень быстро ровно высоту набирает и снижается и горизонтальная скорость и быстро то есть честно говоря удивил немного такими характеристиками крутыми камера крутая полетные характеристики крутые летают он далеко были не знаю даже вот протестируем еще его батарею сколько он в режиме зависания и посмотрим в городе что со связью будет если плюс минус то же самое что и за городом то очень круто хотя бы два километра если в городе возьмет то конечно хороший вот так выглядит это не в ускоренном так выглядит в максимальную скорость сейчас против ветра летит сейчас подлечу там в сторону шоссе против ветра а потом по ветру уже низко над дорогой плечу вот это будет уже максимальная скорость вращается вокруг своей оси очень быстро вот ведь как раз прям можно на месте развернуться моментально а если выставить 1080 на 90 фпс то блин картинка будет просто крутая можно слоу-моушен делать редактировать потом ну в принципе все дальше будут тесты в городе по связи будем смотреть посмотрим еще батареи подвес надо откалибровать там есть в меню функции калибровки чтобы горизонт был точный я этого еще не делал ну и в принципе вот такая скорость не видеть блин очень быстро все всем спасибо пока подписывайтесь на канал подписывайтесь на канал у Продолжение следует...